Студия Метро Голдвин Лайер 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 Такси. ТАТЕЛЬ ЕВРОПА 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 Простите, встретил старого друга. Это мой лучший, но сумасшедший друг. Чарльз Уиллс, миссис Элсворт. Очень приятно. Мэриан. Вы американка? Вы прошли через все это? Мы с отцом приехали перед самой оккупацией. Да так и остались здесь. Откуда вы знаете Клода? Мы познакомились с ним в одной совместной операции. И очень продолжились. А после этой операции меня перевели в авиапу. И ты упал с неба? Да, с генералом Деголем. И встретились здесь. Какое совпадение? Тебя я в зеркале не заметил, но мне показалось, что кто-то наблюдает за мной. Нет, я тебя не видел. Я прервал важный разговор? Мэриан. Вы, видимо, здесь свой человек. У вас есть что выпить? Посмотрим, поможет ли мое влияние заполучить еще пару стаканчиков. Моррис! У меня есть идея лучше. Пойдемте праздновать к моему отцу. Вряд ли у него найдется виски для настоящей вечеринки. Вы не знаете моего отца. За отцов. За мужчин. За французских мужчин. О, мальчик, по твоим глазам вижу, что тебя мучает, Шарль. Еще как. Пойди, найди себе что-нибудь. Всем привет. А это кто у нас? Чарльз Уиллис, репортер из газеты «Тысяча полос». Здравствуйте. Нам не нужен репортер, нам нужен Армен. Твой дом – единственное место в Париже, где можно что-то выбить. А знаешь, эти люди пришли точно к такому же заключению. Что здесь делает Хелли? Привет. Что ты здесь делаешь? Вообще-то я… Я очень горжусь твоей сестрой. Мы не могли обрадовать тебя раньше, но Хелли не исключили из университета. Что? Ты забыла правила хорошего тона. Незнакомых людей следует представить. Можно тебя, Мэрион? Хелли. Хелли. Оставь её в покое. Меня ведь тоже исключали. И Хелли, как настоящая и любящая дочь, идёт по стопам отца. Извините, я на минуту. А с тобой я поговорю позже. Боюсь, что и со мной поговорят позже. Как вас зовут? Чарльз, с какой-то редкой фамилией. Да, кстати, он барбар. Чарльз. Уилтс. Хотел бы я быть барбаром, но, к сожалению, не хотите шампанского. Да, спасибо. Я сказала ему, что вы мой старый знакомый. Мы не только знакомые, мы даже целовались. Да? Дайте вспомнить. Вы были в Барридзе? Нет. На площади Этуаль? Нет. На площади Вандел? Нет. Знаю. Около кафе Тинго. Вы вспомнили. Нет. Просто именно в этом месте сегодня было больше всего людей в форме. Вы богаты? Нет. У меня нет шансов? Нет. Мне кажется, если бы у меня было много денег, то я смогла бы жить так весело, как сегодня. Папа говорит, что это было бы так же прекрасно, только дешевле. Мне симпатичен ваш папа. Это хорошо. Он будет просить у вас денег в долг, и я не хочу, чтобы вы разочаровались. Мне нравится, как вы целуетесь. Правда? Моя дорогая, у нас закончилось топливо для нашего гостя. Доставим через несколько минут. Возьми бармена в помощники. Уиллс. Уиллс. Вы не из тех сказочно богатых Уиллсов из Ирландии? Нет. Пойдемте, лейтенант. Спасибо. Вы откуда? Из Милуоки. Вам там нравится? Конечно. Хорошее пиво, женщины с красивыми ногами и почти полное отсутствие миллионеров. А вы? Я из Нью-Йорка. Когда мне исполнилось 12, мы переехали в Париж. А в 40-м Швейцария. А вот и топливо. Ничего себе. Папа спрятал это от немцев. Он очень практичный человек. И жизнерадостный. С ним всегда так легко и весело, особенно сейчас. Он говорит, что после войны, наконец, можно будет увидеть настоящий Париж. А он разве не староват для войны? Он не был на этой войне. Он воевал в 918-м, но не отпраздновал ее окончание. Сейчас и эта война закончилась. Чем вы займетесь? Постараюсь спокойно пожить в мирное время. Очень разумно. Ну, не будем дразнить тигров. Конечно. Чарльз, я думала, с вами что-то случилось. Ничего. Пока. Всем не терпится познакомиться с вами. К сожалению, я должен идти. Мне надо закончить статью. Устаньтесь хоть на несколько минут. Простите, но сроки. Лейтенант, не выносите праздник. Хороший смех. Как вы думаете, смогу я скоро стать богатой? Может, вернетесь позже? Хорошо. Давайте лучше встретимся где-нибудь. Позвоните и скажите, где. Хорошо. Хэллоу. Хэллоу. Кто это? Кто? О, Хелен. Это Чарльз Уиллс. Не, не, Чарли Бармен. А, военный бармен? Да. Вы можете передать Мэрину, что я звоню? Сегодня вечером, впервые с начала войны, включат уличное освещение. Может быть, она могла бы встретиться со мной? Я буду ждать ее рядом с Триумфальной аркой. У мемориала неизвестному солдату. Спасибо. Привет. Привет. Я думал, что... Вы разочарованы? Нет. Мэрион, знаете, в общем... 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 И моя рука. Они устали. Твоя рука и мои глаза. А куда же все подевались? Думаю, все уже спят. Какая чудесная рука. Я отвезу тебя домой. Терпеть не могу, уезжать домой. Уже поздно. Пообещай мне кое-что. Обещаешь? Сделай так, чтобы этот праздник не кончался. Будет другое, когда война закончится со всем. Но для нас она уже кончилась. Для нас... Я до смерти устала от смертей. Я хочу веселиться, получать удовольствие, радоваться жизни. И каждый день проживать так, будто он последний. В жизни будет много-много последних дней. Кроме того, который на самом деле будет последним. Ты слишком серьезный. Улыбнись. Вот так. И мне безразлично, богат ты или нет. Эй, ловите! Привет. Привет. Как здорово. Смотри. Тебя отпустили, мальчик мой? Да, он пытается ухаживать за мной. Какое богатство. Ветчина. Яичный порошок, шоколад. Ты как будто с войны вернулся, мой мальчик. Твоя щедрость должна быть вознаграждена, не медленно. Доброе утро. Доброе утро. Мясо, яйца. Это не только похоже на яйца, но и... Можно добавить шерри, еще кое-чего и появится вкус яиц. Хелен, я хотел бы произнести небольшую благодарственную речь. Чарльз, мальчик мой. Сейчас речь идет о возможности, которые предоставляет нам судьба. И главное, как мы используем свой шанс. Что это значит, сэр? Пенедиктин. Он сегодня в четвертом забеге и на финише будет первым. Миллион к одному, что он не сможет проиграть. Почему? Коммерческая тайна. Папочка говорит, что ему дали дельный совет. Очередной дельный совет. Всего два часа отделяет нас от богатства. Я могу поехать с вами, только мне надо позвонить. Прекрасно. Мы сейчас не при деньгах, а каков твой капитал? 40 долларов. Мы не при деньгах, но у нас есть 40 долларов. Хорошо. Я могу занять еще? Не делайте этого, Чарльз. А то останетесь без гроша, так же, как и он. Возможность, дорогая, касается будущего, а не прошлого. Если тебя беспокоит возврат долга, то я кое-что сообщу. У меня есть нефтяные земли в Техасе. Слышал? О Техасе. Папа, нефтяные земли – это наш семейный анекдот. Земель полно, но там нет ни единой капли нефти. Чарли. Что? Сегодня я так счастлива. Я обязательно что-нибудь придумаю. Моя вера в изобретательность и смелость американской армии не знает границ. По коням, мой мальчик, судьба не терпит промедлений. Тут я прочитал. Не волнуйся, папа очень хорошо во всем разбирается. На что мне волноваться? Если мы проиграем забег, я лишусь зарплаты, а деньги я занял у четырех капитанов. Они меня просто лукокошат. Мы не проиграем. Ну, вы поставили все, все до единого пения. Приняли двенадцать к одному. А почему такая ставка? Они думают, что Бенедиктин проиграет. А чего еще можно ожидать от агностиков? Мой мальчик, и нам туда. Который из них Бенедиктин? Номер четыре. На первом круге он всегда запаздывает. Он какой-то костлявый. Стройный, просто стройный. Но стремительный. Кто же вам его посоветовал? Ну, как там Бенедиктин? Превосходно бежит. Каким по счету? Шестым. Прекрасная позиция. Что, Бенедиктин? Седьмой. Его наездник, кажется, доволен. Хелен. Пожалуй, на свою долю я куплю новое платье. Выиграл. Бенедиктин выиграл. Конечно, выиграл. А почему тебя это удивляет? Меня это очень удивляет. Из двенадцати к одному, не считая твоей доли, может быть, сегодня есть еще договоренный забег. Гарантированный, гарантированный забег, мальчик мой. Вы хотите сказать, что этот забег не был по договоренности? Ты прочитал слишком много детективов. То есть никакой наводки. Вы просто ложились на случай, вытащили счастливый билет. Жизненный опыт. Но ведь нас могли убить. Но это же так прекрасно жить и рисковать. Американские войска в Париже готовятся к демобилизации. Сейчас президент Соединенных Штатов... Ну, Морец. Слышала новости? Сначала поцелуй. Ставлю двадцать долларов, что все завершится за неделю. А мы шестьдесят по рукам. Нет, я только что из офиса. Японцы капитулировали. Чарли, когда нас отправят домой? Если будете стоять как истуканы, то окажетесь позади более расторудных парней. Мне нужно вернуться в офис. Зачем? Я пытался дозвониться до тебя. Никогда не звони, если можешь прийти сам. И никогда не уходи, если хочешь остаться. Может, встретимся позже и поужинаем? Хорошо. Война действительно закончилась? Я хочу покупать тебе модные костюмы. Шелковые носки. Шелковые рубашки. Дорогой. Такси! А где мой зонтик? Я все время ходил с ним, а потом потерял. Мы выпускаем специальный номер. Тогда поторопись. Сначала я найду тебе такси. Перестань беспокоиться обо мне. Ты дождешься меня? Я думаю, что пойду скорее домой и расскажу папе новости. Но ведь дождь идет. Может быть, я не умею готовить и шить, но такси себе найти смогу. Это первое, чему научилась после школы. Ну, иди. Ты девушка, завоевавшая мое сердце. Надеюсь, ты не разочаруешься. Все будет хорошо. Такси! Фиалкин. Спасибо. Мэрион! Я звонил, мне сказали, что ее все время навещают. Она получала мои цветы? Каждый день. А мои записки? Все до единой. Могу я войти к ней? Чарльз! Что? 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 Привет. Как ты себя чувствуешь? На такие вопросы обычно отвечает медсестра. Она чувствует себя неплохо, но ей необходим постельный режим. А я хотел пригласить тебя потанцевать. Я ожидал увидеть более молодую и симпатичную медсестру. Папиными стараниями уже четвертая за две недели. Убери это нелепое выражение вины со своего лица. Но я потерял зонтик, и из-за меня ты простудилась. Глупости. Шел дождь, я промокла и простудилась. Это не твоя вина. А когда ты распрощался с формой, тебе идет. Нет, это я виноват. Я все равно бы заболела. Я могу подхватить простуду даже от прогноза погоды. Спасибо за цветы. Что такое? Я не знаю, ты такая бледная. Не забывай, за дверью медсестра. Она ждет, когда я ее вызову. За эту неделю я понял одну вещь. Я люблю тебя. Ты полюбил меня в день нашей первой встречи. Да? Конечно. Именно тогда ты меня полюбил. Почему мы не сказали друг другу об этом? Это у меня впервые. Как бы я хотел, чтобы у меня было много денег. О, деньги. Папа говорит, что деньги – это не то, что у тебя есть, а то, сколько ты должен. А я даже не должен. Какие у тебя планы? Планы? Работать в Нью-Йоркской газете за 65 долларов в день. Пожалуйста, не надо. Мне нужно думать только о приятных вещах. А парижскому филиалу Дженерал Моторс случайно не нужен президент? Парижскому бюро европейских новостей нужен репортер. Париж? Но там зарплата такая же, как на старой работе. Чтобы наслаждаться жизнью в Париже, деньги не нужны? Да. Но я должен работать над книгой. Мне нужно вернуться в Штаты. А почему ты не можешь работать над книгой здесь? Чарли, пожалуйста, женись на мне в следующем году. Звучит заманчиво. Но разве это не безумие? Да, безумие. Тогда, может быть, ты хочешь выйти, закрыть за собой дверь и никогда меня больше не видеть? И вернуть мой зонтик? И все? Мне кажется, что я потерял рассудок. Ты потерял рассудок. У меня высокая температура. Если бы все было нормально, ничего подобного никогда бы не произошло. Мне даже приятно вести с тобой этот предсвадебный разговор. Все же это первый брак, Хелен. Единственный брак, сэр. Да, конечно. Хелен говорила мне, что ты очень серьезный, основательный. Финансы, сельское хозяйство, тяжелая промышленность. Но я пытаюсь. Честно говоря, это не очень совпадает с моими представлениями азиатии. Я не предполагал, что Хелен выберет для себя нечто подобное. Вряд ли такой человек сможет сделать ее счастливой. Я собираюсь работать в парижском информационном агентстве, которое полно бесшабашных людей. Надеюсь, я окажусь в их числе. Будем надеяться. Скажите, тебя удивляет, что я такой необычный отец? Очень удивляет. Ну, ничего, это мы преодолеем. Надеюсь, ты понимаешь, что я в состоянии организовать вам достойную свадьбу. Ну, такие вещи меня не волнуют. Ну, а как насчет выпить? С большим удовольствием. Нет, очень плохо. В бутылке осталось всего ничего. Ну, тогда не надо. Держи. Спасибо. Знаешь, что вы получите в качестве свадебного подарка? Хелен сказала только о том, на что мы можем не рассчитывать. Мой дорогой, я дарю вам старые семейные анекдоты. Четыре тысячи акров бесценных нефтяных земель. Большое спасибо. Нет, точно. Вообще-то быть владельцем нефтяных земель неплохо. Жаль только, что нефти там нет. Ты дала Хелен свое согласие? Это я должна дать ей свое согласие. Клод просит меня стать матерью его детей. Да, это как-то необычно. Он просит Мэриан выйти за него замуж. Ну. Тогда я должен поцеловать тебя. Обе сестры невесты и поздравлений, соответственно, в два раза больше. Идите и поцелуйте друг друга. Что ты вложил в этот поцелуй? А почему бы тебе не выяснить это самой? Хелен выходит замуж. Мэриан выходит замуж. Отец остается покинутым в расцвете сил. Не так уж и плохо. Это вам. Как дела? Нормально. Хорошо. Эта борода тебе идет. Чарльз, ты просишь у всех деньги, у меня сейчас их нет. А если бы и были, я все равно не был бы. Цены здесь растут, как в Америке. Ребята, у меня жена и ребенок, и мне нужно 500 баксов, чтобы забрать их из больницы. Может быть, тебе лучше оставить их там? Самое здоровое место в городе. Тебе лишь бы шутить, ты ведь не отец. Это еще неизвестно. Кто знает? Позвольте взять вас на ручки, Ваше Величество. Вам нужно отдохнуть после долгого дня. Посмотрите на эти ножки. Это не обыкновенные ножки. Простите, Ваше Величество. Мы не готовы к тому, чтобы на нас смотрели. Я откланиваюсь. Всеобщее обожание. Вот ваш удел. Спасибо, миссия. Теперь я ей займусь. Клод! Чарльз! У меня хорошие новости. Прекрасно. Где Хелен? Чарли. Как Мэрион? Хорошо. Это хорошо. Привет, красотка. Правильнее сказать, толстушка. Посмотри на меня. Я не влезаю в свое собственное платье. Я обожаю тебя. Где Вики? Ее купают. Ты прекрасно выглядишь. Роды совсем не изменили тебя. Ты говорил насчет премии? Да, и даже получил ее. Только это не премия, а суда. Я только что из больницы. Все оплатил. Я больше никогда не смогу носить десятый размер. Вики будет похожа на тебя, и я буду окружен красивыми женщинами. Это не комплимент, а оправдание того, что ты оставил меня в заточении на девять месяцев. Мартини, вот что нам нужно сейчас. Чарльз, что, Клодж? Меня утвердили сегодня на должность в прокуратуре. А как же частная практика? Это важнее. Многие пособники фашизма будут привлечены к суду. И все частные адвокаты будут обогащаться, а ты будешь без гроша, но с убеждениями. Господа королева! Здравствуйте, Ваше Величество. А куда подевались ее волосы? Еще вчера я видел немного. Она слишком много думала, вот они и вылезли. Неплохо для первого раза. Ты будешь очень красивой, талантливой и страшно богатой. Красоту она получила от мамы, таланты унаследовала от меня. Тебе надо задуматься над тем, каков твой вклад, мой мальчик. Целых девять месяцев я полностью посвятила тебе. А теперь хочу повеселиться. Что скажешь на это? Никому не отдам. Я подумал, не мог бы ты... Спасибо. Я доверяю тебе вести записи моих долгов. Доброй ночи. Пока. Пока. Спокойной ночи, моя милая. Ты уверен, что не хочешь пойти со мной? Ты не любишь, когда я держу тебя за руку, когда ты работаешь. Сначала ты берешь меня за руку, потом я теряю голову, потом я тебя целую, а потом... Мне понравилось. Ты ненасытна. Ты только скажи, и я никуда не пойду. Я должен закончить эту штуку сегодня. Это не штука, это великий американский роман. Чарли. Ты все еще ждешь тот день, когда станешь знаменитым. Ледяйцкий роман. Уважаемый мистер Уиллс, мы вынуждены сообщить вам, что ваш роман в данный момент не подходит для печати. Рукописи мы высылаем в отдельном конверте с уважением. Ну что? Что? Это даже лучше первой книги. Это прекрасно. Это слишком хорошо для них. Давай отошлём её сегодня. Проснись, детка. Благослови на удачу. Девочка моя. Это рождественская ночь, уже пятая после окончания Второй мировой войны. Все люди молятся о том, чтобы мир пришёл и в Новом Году. Мы хотели бы поблагодарить вас за ваш прекрасный роман, но, к сожалению, наши весенние верстки уже сделаны, и мы не сможем напечатать ваш роман в данный момент. Папа! Папочка! Папочка! Чего? По-английски, дорогая, по-английски. Мне приснился плохой сон. Не расстраивайся, дорогая. Я принесу тебе молочка. Папа! Мама приехала! Один поцелуй на дорогу. Но ты не выиграл скачки, а проиграл. Поцелуй меня утешит. Привет, Чарли. Сегодня я проиграл скачки, а твоя жена меня успокаивала. Привет, Чарли. В следующий раз выиграй. Спокойной ночи. Смотри, Груэр. Я его не ела сто лет. Всем спокойной ночи. Чарли. Чарли. Вы не Чарли. Где Чарли? Твоя маска не соответствует костюму. От чего мне быть веселым? Просто так. Странный я. Трачу годы жизни на то, чтобы написать книгу, а потом по непонятной причине не могу найти того, кто ее напечатает. Мальчик мой, ты совсем не странный. Таких, как ты, много. Я знавал одного издателя. Тот был действительно странный. Принципиально не читал ни одной рукописи. Он их нюхал, пробовал на вкус. Все, что угодно. Только не читал. Ему приносили гениальные произведения. И он их отвергал. А когда приносили какую-то ерунду, просвалки, отбросы, помойки, это он печатал. Хочешь знать секрет успеха? Это 3Н. Несметное богатство, неслыханная грубость и насилие. КОНЕЦ Ого! Сатадей Ивнинг Пост купил мои работы за 15 тысяч долларов. Здорово! 15 тысяч? Вот это да! Наконец-то я богат. Спасибо. 15 тысяч. К тому же без вычета налогов. По крайней мере, с тебя вечеринка. Спасибо большое. Чарли, тебе надо поехать в полицейский участок. Зачем? У них там какая-то сумасшедшая американка показывала превосходную технику ныряния в фонтан. И что, я должен об этом написать? Ну, знаешь, американцы в Париже любят читать про американцев в Париже. Хорошо, как ее зовут? Хеллен Уиллс. Это моя девочка. Не делай вид, что ты меня не знаешь. Я твоя жена в здравии и болезни, в счастье и в горести. Ты дико смотришься в этом платье. Иди домой и переоденься. Мы не можем пойти домой. Вики ждет нас в Тинго. Опять? А что лучше, по-твоему, быть среди людей в респектабельном бестрое или одной сидеть дома? Это попадет в газеты. Еще одна американка залезла в очередной прекрасный фонтан. Это уже не новость. Так ты ради газеты совершила подобную глупость? Да, это было глупо, но весело. Так уж и весело. Довольно весело, в определенной степени. Но никогда не бывает довольна? Да. Не бывает. Сама не знаю, почему. Может быть, дело в Париже, может, во мне. Может быть, такое время. Постоянно торопишься, спешишь жить. Как будто пытаешься понять, не пропустить что-то очень важное. И никогда не поймешь. Перестань. Ты же всегда смеялся над такими вещами. Не сразу, но смеялся. Дело не в этом. Сегодня Кэмпбелл продал свою работу в Сатэдэй Ивнинпост за 15 тысяч долларов. И ты его ненавидишь за это? Дорогое, это же прекрасное человеческое проявление. Ну вот. Что он говорит? Он так тараторит? Это Марсель. Как вы желаете? Он говорит, что хочет нарисовать меня. Он что, заплатит тебе? Ты же знаешь, моя такса невелика, пара стаканов. Миссис Уилс, отныне вы всегда будете радовать наших посетителей. А мне на люстую руть. Я, между прочим, выкупил ее из тюрьмы. Миссис Уилс. Миссис Уилс. Миссис Уилс. Миссис Уилс. КОНЕЦ По-английски, дорогая, по-английски. Папа, я ждала тебя, чтобы показать сегодня утром. Не наполовину, а только по-английски. Смотри, папа. Подожди, я же не поцеловал тебя. Чарли! Барни, хочешь увидеть нечто прекрасное? Не слишком ли она юна для такого количества бутылок? Бедная моя девочка, даже Павлова могла так упасть. С тобой все в порядке? Извини. Скажи что-нибудь приятное. Это потрясающе, это великолепно. Босс требует, чтобы я поехал на интервью с королевской невестой. Я не успеваю, у меня свидание. Позвони, поезжай вместо меня. Ее имя Лорейн Коул. Кто такая Лорейн Коул? Высшее общество, Чарльз. Пока ребенок. Все превосходно. Какая грация у тебя. Поработай над финалом. У тебя прекрасный финал. Прямо в моих руках. Мистер Уиллс. Миссис Коул. Я Уиллс, служба европейских новостей. Я ненавижу опаздывать, извините. Мне необходимо выпить. Леон. Как обычно, миссис Коул. Пожалуйста. Опустим все банальности. Париж прекрасен. Американки любят французов. Французы любят американок. Цены слишком высокие. Я еще не нашла следующего мужа. Может быть, это будет бармен. По крайней мере, у него есть талант. У вас уже брали интервью? В последний раз был ирландец. Он был не слишком молод и не слишком привлекателен. Интервью было очень коротким. Подумайте. И когда вы впервые были в Париже? Когда я впервые разводилась. А почему вы сейчас выбрали Париж? Я выбрала Париж, потому что в Лас-Вегасе трачу слишком много денег. По моим данным, вы были четыре раза замужем. Три. Один не дошел до конца. Леон. Что-то не так? А что-то разве так? Довольно трудно отличить один мой брак от другого. Муж номер один по любви? Провал. Муж номер два за деньги? Провал. Если не считать денег и фамилии Кол. Муж номер три? Королевская особа. Вы наверняка о нем слышали. Муж номер четыре Ториадор. Четыре ставки, четыре проигрыша. Вот так. А дети? Детей нет. Это мой единственный подарок человечеству. Я же говорила, что я невезучая. Не пора ли нам прекратить интервью? Интервью уже давно окончено. Спасибо. Я голодна. Не хотите ли поужинать со мной? Я, к сожалению, пока не богаче, только стремящийся к этому корреспондент. Перестаньте ужин за счет моих четырех мужей. Мне нужно несколько минут, чтобы переодеться. А как же... Мисс Руэлс, дома я плачу 50 долларов в час психоаналитику, чтобы он слушал мою болтовню. Эй, любезный, это мое такси. Шар, Клод, рад тебя видеть. Как дела? Хорошо. Ты хорошо выглядишь. Как ты, Мэрион? Хорошо. Ты тоже хорошо выглядишь. И у меня тоже все хорошо. Простите, это моя золовка. Миссис Мартин. Миссис Мартин, миссис Коул. Клод работает в прокуратуре. Надеюсь, вы не осудили никого понапрасну. Миссис Коул только что приехала в Париж, и я беру у нее интервью. Как Хелен? Хорошо. Вы должны навестить Вики. И вообще, нам нужно чаще видеться. Мы же одна семья. Я позвоню Хелен завтра утром. До свидания, миссис Коул. До свидания. До свидания. До свидания. Чарльз, я буду рад видеть тебя снова. Доброй ночи. Доброй ночи. Значит, все-таки есть Хелен. Ну, должна же у меня быть жена, чтобы уравновесить ваших четырех мужей. Ну и попадет вам, когда вернетесь домой? Мне? Нет, только не от Хелен. Она самая понимающая и замечательная. Вы не возражаете, если мы закончим на сегодня? Я немного устал, поеду в бюро, поработаю. Не возражаете? А можно мне поехать с вами? Я имею в виду в бюро. Зачем? Не знаю. Может быть, мы больше никогда не увидимся, а я хочу еще немного побыть с вами. И потом, должна же я увидеть то, что вы напишете. У нас в бюро работу в такое время называют грязной. Вы были бы удивлены, если бы узнали, как часто меня называли грязной. Я не буду вам мешать. Ну, доброе утро. Ну, что еще? О, Чарли, как ты мог? О, Чарли, а ты сам? Я устал от твоих бесконечных кафе, переполненных писателями и не писателями, художниками и не художниками. То они пишут, то они не пишут. А что пишешь ты? Какие-то интервью с никому не нужными, бесполезными женщинами. По крайней мере, я работаю, а не прыгаю в фонтаны. А ты не хочешь спросить меня, почему я прыгаю в фонтаны? Ну, правильно, вини во всем меня, обвиняй меня. Я не хотел оставаться в Париже. Какое право ты имеешь осуждать меня? Но это ты стал подозрительным? Ты? А теперь послушай, что я тебе скажу. Доброе утро, дорогой. Хелен. Ты понимаешь, который сейчас час? Какая разница, дорогой? Сейчас 8 часов утра. Сегодня твоя очередь везти Вики в школу. Ты понимаешь, что меня не было всю ночь? Бедный. А теперь веди Вики в школу. И тебе все равно, где я был? Ты выглядишь ужасно. Много работы? Я брал интервью у женщины. Это хорошо, когда много работы. Она была красива, богата и восхитительна. И она положила на меня глаз. Тебе что, все равно? Что ты хочешь сказать, Чарли? Я хочу сказать, что люблю тебя. А что это была за женщина? А что именно тебя интересует? Она красива? Я соврал. Иначе я бы на ней женился. Она действительно красива. И богата? Да, она миллионерша. Можно даже подсчитать ее состояние. Насколько красива и насколько богата? Замолчи. Я ничего не слышу. А ты? Надо ответить. Алло. Мэрион? Что? Что? Повтори. Это ложь. Ты же знаешь, я никогда не нравился Мэрион. Чарли. Мы богаты. Мы богаты. Старый хитрец. Почему ты ничего не сказал нам? Я не старый. И я не мог сказать вам вчера вечером, потому что вчера вечером я отмечал. Под конец пришел позавтракать к Мэрион и рассказал ей, что мы богаты. Сколько мы получили? Мэрион сказала, что ты сказал, что очень много. Мэрион всегда преувеличивает. Деньги трудно считать. Особенно, когда их очень много. Говори по-английски, Микки. Мы миллионеры. Психическое нездоровье – бич нашей семьи. Дорогая, особенно по линии твоей матери. У нас есть нефть, дорогой. Что? Нефть. Найди на карте Техас. Вы хотите сказать, что те бесполезные нефтяные земли? Это мой щедрый подарок на вашу свадьбу, мой мальчик. Всегда помни об этом. Насколько мы богаты. Один насос качает около 80 баррелей в день. Два доллара за баррель. Это 160 долларов в день. Семь дней в неделю? Нефть – это божий дар. Это 1100 долларов в неделю. И 27,5% без налога. А что, если нам их продать? Я бы тоже подумал. Но этого хватит на всю жизнь. В Милоке все такие осторожные. Трезвомыслящие, трезвомыслящие. Мы отремонтируем весь дом. От пола до потолка. Я подстригусь. Купим хороший дом для Мэрион. Сделаем тебе прекрасный кабинет. Мы действительно сможем получать 50 тысяч в год? Можем попробовать. Мы? Знаешь что? Конечно, нам всем хватит. Барни не сказал ни слова о том, где был вчера вечером. Мама, что такое нефть? О, Вики. О, Вики. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Покажите Усопшего. Больше никаких временных обязательств. Никакой журналистики. Работа умерла. Уберите Усопшего. Ловите! Что ты теперь будешь делать, Чарли? Закончу свой третий роман. Последний так и не издали. Издадут. Денежных проблем больше нет, работы тоже. Что у меня есть в оправдании? У тебя достаточно денег. Никакие оправдания не нужны. Удачи тебе, Чарли. Удачи. За тебя. За поцелуй пять тысяч. Я готов заплатить и больше. Это очень мило. Хелен, извините, пожалуйста. Шесть тысяч за еще один поцелуй. Уверяю, что я заслуживаю больше. Я не ожидала увидеть здесь тебя, впрочем, как и Чарли. Я тоже не ожидала, что приду. Что-то случилось? Да. С Вики? Нет, с Чарли. Послушай, с ним что-то происходит. Он не хочет ни говорить, ни есть. Сидит один в темноте. Ты должна ему помочь? Чарли. Что случилось, дорогой? Ты обедал? Хочешь, я приготовлю что-нибудь? Уходи, Хелен. Я хочу остаться один. Это я виновата? Пожалуйста, Чарли, скажи. Ладно. Ты хорошая жена. Ты посвятила мне немного времени. Выполнила свой долг. Теперь возвращайся на свой бал и оставь меня в покое. Я просто пытаюсь помочь. Помочь кому? Тебе. Себе. Нам. Я не знаю. Помочь как? Ты можешь предотвратить очередной отказ? И кто вообще может помочь в этом? Что с тобой? Это все из-за того, что какой-то издатель снова отказал тебе? Да, снова, снова и снова. Ты можешь сделать так, чтобы я не писал все эти дурацкие глупые книги. Ты можешь помочь в том, что я не писатель. Ты можешь помочь? Но ты писатель. Ты прекрасный писатель. Это они глупые, а не ты. Дорогой мистер Уиллс, мы очень сожалеем, но... Я плохой, Хелен, уходи и оставь меня в покое. Чарли. Пожалуйста, я не могу объяснить тебе. Я никчемен. Будь добра, оставь меня. Чарли, ты не никчемный. Только не для меня. Когда мне было 20 лет, я мечтал писать книги и знал, что они будут превосходными, потому что я был особенным. Это давало мне право верить в себя. Мне уже не 20 лет, уже слишком поздно. Может, попробуйте еще раз. Нет, нет. Я уже сделал достаточно много попыток. Все, что мне остается, смириться. Я богат. Обзаведусь с соответствующими друзьями и все. Зачем тратить жизнь на писанину, когда можно сидеть с утра до вечера в шумных барах и обсуждать, критиковать литературу, беседовать о литературе? Какова ставка, малыш? 25 баксов, насколько я знаю. Ты уже выиграл 75. Превратим их в 100. Посмотрим. Сосунок. Давай, Чарли, давай. Чарли. Подожди, малыш. Жми, Чарли. Молодец. Молодец. Держи, Чарли. Я по-прежнему чемпион, а это рука чемпиона. Отвези меня домой. Я буду участвовать в автомобильных гонках. В гонках? Я обязательно должен участвовать в этих гонках. Ну ладно, ладно, блин. Субтитры подогнал «Симон» Отвези меня домой, пожалуйста Все, что пожелаешь Кто-нибудь звонил? Нет Как тихо Это хорошо А почему Вики не пожелала мне спокойной ночи? У твоей дочери сейчас тяжелейший кризис У нее выпал молочный зуб И как она это переносит? Жизнь кончена Она сказала, что зайдет, если только ей не нужно будет улыбаться и открывать рот Разумеется Я знаю, что такое большое драматическое переживание Ты не против, если я выйду сегодня? Конечно, нет Как у тебя идет книга? Не так-то просто начинать все сначала Но ты обещал? Ну, я пытаюсь И у тебя все получится? О, маленькая балерина Спасибо большое Ты не хочешь мне улыбнуться? Ну, хоть чуть-чуть Зуб вырастет только через несколько месяцев За это время твои мышцы так и застынут И ты больше никогда не сможешь улыбаться И все будут говорить Это самая ужасная дамочка в Париже А знаешь, как я буду выглядеть очень скоро? Папочка Могу я одолжить у тебя пару запонок? Лучше было бы, если бы ты подложил копейку Дедулю, хочешь, я станцую тебе? Утро, моя дорогая Завтра я встаю в шесть утра Замечательно Я как раз к этому времени вернусь Спокойной ночи, дорогая Всем спокойной ночи Спокойной ночи Молоко, литература Не хочешь пройтись со мной? Я должен работать Ну и? Замечательная идея Не отвлекай его И в мыслях не было Просто нам будет не хватать его У Уинсонов Можешь себе представить Устраивает настоящий прием Только по случаю того, что сегодня четверг Может быть мы сходим? Чарли Это пойдет мне на пользу А завтра с утра я прикую себя к этому стулу Ну, пожалуйста Почему я всегда говорю «да?» Хотя хочу сказать «нет» Кстати, я беру с собой друга Он международная теннисная звезда Пол? Меня не беспокоит, как его примут у Уинсонов Он везде желанный гость А вот как он почувствует себя у нас? Ему что, нужно платить за то, что он наш гость? Но пока нет, он все еще в серебряных призерах Очаровательно Пол Моя дочь Чарльз Уиллс, мой зять Как поживаете? На встрече Я слышал, вы играли в Риме? Я играл на всех турнирах Ну и как успешно? Превосходно До второго круга с легкостью обыгрываю знаменитых мастеров А потом какой-нибудь американский школьник побеждает меня Но никто не бьет его за то, что она обыгрывает мастеров Я питаю благосклонность к проигравшим А вы та самая незнакомка, чей портрет нарисован на стене в кафе Тинго? Это же моя любимая картина Каждый раз, когда я приезжаю в Париж, прихожу полюбоваться ею Вам повезло, теперь вы можете любоваться оригиналом Пойдемте, Пол До скорой встречи Он привлекательный Что? Привлекательный? Да, и отвратительный, в некотором смысле Рад встрече Быстрая коричневая лягушка перепрыгнула через ленивую собаку Каждому человеку нужна помощь О, мой дорогой, это было самое смешное зрелище в моей жизни Таких праздников я уже давно не видела Ничего подобного в Нью-Йорке не было Да, только самые состоятельные На эти гонки соберется весь свет, нам необходимо там быть Значит, вы лично будете участвовать в этой гонке? Обязательно И что же вы получите в случае выигрыша? Когда что, он станет победителем? Вот что? Да что вы понимаете? Вот моя жена Это мой приз Ну, спортсмен, пора в раздевалку Вернитесь через несколько минут, Пол Тебе все равно не удастся унизить его Ну, что ты за жена? Танцуешь с другим мужчиной? Обычная жена, как их много А что у вас с этим теннисным мальчиком? Мы теперь Пол и Хелен Он милый, внимательный Его не пугает, что я замужем, и у меня есть семилетняя дочь А может быть, он просто хочет произвести впечатление? Не совсем Он уже сделал несколько предложений А позволь узнать, как он... О, миссис Коуэлл Вы не помните меня Поверьте, единственное, что я забыла, так это ваше имя Уэллс, Европейские новости Чарли! Чарли! Как приятно снова обнимать тебя Вы меня с кем-то перепутали, мы никогда не были так близки Разве? Вы снова замужем? Конечно И снова в Париже, чтобы получить наследство А вы по-прежнему женаты? Да, конечно На той же женщине? На той же прекрасной женщине Я должен был сказать так, потому что она стоит рядом Позвольте представить, моя жена Хелен и миссис Коуэлл Теперь я миссис Джонсон, но ненадолго Как поживаете? Как вы делаете? Теперь уж и не знаю Вы гораздо красивее, чем я ожидала А вы слишком прытки, хотя прав на это не имеете Я уже могу вернуться? Пол Лейн, а это временная миссис Джонсон Лучший в мире посредственный игрок в теннис Я видела вас в гостинице Я всегда останавливаюсь в Роял Франции Потанцевать не желаете? Да Да Что поделаете? Субтитры сделал DimaTorzok Пока субтитрык Я бы выпил вина и вообще. Чарли. Я хочу поехать домой. Домой? А что случилось? Ничего, просто я хочу домой. Как это глупо. Ты отвезешь меня домой? Я бы отвез, но я обещал Лорейн прокатить ее на автомобиле. Ты не будешь возражать, если Пол отвезет меня домой? Пол? Какой Пол? Любой. На таких вечеринках всегда найдется шесть или семь Полов. Мне с ней нельзя разговаривать серьезно. На этой машине я могу гнать со скоростью шестьдесят миль в час. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А я уже давно встала. Ты должна поскорее стать взрослой. Я стану взрослой, когда у меня вырастут 32 зуба. А когда в желудке начинают порхать бабочки, то для их усмирения хорошо помогает молоко. А как они туда попадают? Вместе с пузыриками от шампанского. Это известный факт гидродинамики. Спокойной ночи, моя дорогая. Спокойной ночи. Надевай пальто, дорогая. А папа не пойдет с нами? Мы идем в церковь, Вики. Уже что, воскресенье? А куда подевались? Пятница, суббота. Собирайся. Папа, ты идешь с нами? Встретимся в парке. В церкви в пятницу? А что происходит в церкви по пятницам? То же, что и всегда. Раз уж ты в таком настроении, могу ли я рассчитывать хоть на небольшое сочувствие к моей голове? Головам. Вряд ли. А что я такого сделал? Это я очень хотела бы услышать. Я хотел бы прокатиться, и, наверное, смог бы. Как ты думаешь? Неужели обязательно быть такой мрачной? Я надеюсь услышать о том, как завершилась вчерашняя полуночная поездка. Вы сели в машину и поехали кататься по Парижу? Да. А потом? Ничего. Я довезла Рейн в гостиницу, или она привела меня куда-то, не помню, куда. И что еще ты забыл? Не хочется тебя разочаровывать, но вчера ничего не произошло. Но сегодня вечером она опять будет прекрасна, а ты снова будешь доверху наполнен веном. И что, ничего не произойдет? А тебя кто отвез домой вчера? Теннисист. Нет, мы поехали не совсем домой. Ого. Он пригласил меня в гостиницу на чашку кофе. А потом ты сражалась с ним, чтобы уйти. Да, я сражалась. Только не с Полом, а с собой. Ты победила? Послушай, я испытываю точно такое же напряжение и стресс, как и ты. Я тоже живу в Париже, и мне тоже скучно. И единственное, что меня пугает, так это то, что я теряю тебя. И не приписывай мне никаких отношений с Полом. Он очаровательный и нежный. А я так несчастна. Чарли, поедем домой. Сейчас Вики вернется... Я имею в виду настоящий дом. Америку. Домой. Это не поможет. Чарли, давай вернемся домой, пока мы не сломались. Пожалуйста. Если ты любишь меня, давай вернемся домой. Ты всегда говорила, давай немного поживем с размахом. Ты права. У нас есть еще масса времени, чтобы вернуться. Но, может быть, уже настало то время. У тебя просто плохой день сегодня, дорогая. Последний год у меня каждый день такой. Может быть, я повзрослела. Уже поздно взрослеть. Знаешь что, поедем со мной на гонку. Почему эта гонка так важна для тебя? Не знаю. Может быть, я напишу об этом рассказ? Ну, хорошо. Может быть, мне нужно выбросить гонки из головы? Ну, это же сплошное удовольствие. А главное, это ведь получать удовольствие. Глупо звучит, да? Это ты хотела от меня услышать? Поедем со мной, Хелен. Нет, Чарли. А если я скажу, что возьму у кого-нибудь другого, если ты не поедешь? На меня это не действует. Забери, пожалуйста, Вики. А ты куда? Мне нужно сделать кое-что очень важное. Купить новую шляпку. 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 Девушки отдыхают. А теперь мы можем ненадолго остановиться, пожалуйста. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Это будет очень интересно. Смотрите, кто пришёл. Какие новости в гоночном мире? Я звонил домой, и тебя там не было? Конечно, не было. Я ведь здесь. Это не смешно. Тебя в том доме не было неделю. Я тоже не находила это смешным. А теперь мне очень весело. Ты помнишь Пола? Нет? Это тоже весело. Потому что я помню многое другое. Вы пообедаете с нами? Заткнись. Я с удовольствием присоединюсь к вам. И когда же вы будете пить шампанское перед сном? Мы уже. Ну и как он тебе? Ты не считаешь, что рядом с ним я выгляжу старше? Должен напомнить, что мы собирались поужинать. Перестань. Ты можешь попросить их уйти отсюда? И мы останемся одни. Только не меня. Это ваши проблемы. Перестаньте. Мы все здесь в одинаковой ситуации. Так ведь? Нет. Да, мой мальчик. Не трогай меня, иначе ударю. Я бы этого не делала, Чарли. Тогда я буду должна ударить твою гонку. Что смешного? Вы, я, все мы смешны. Кли. Чарльз, пожалуйста, Чарльз. Пожалуйста. Благоразумные парни. Благоразумные парни. Хелен. О, Хелен. О, Хелен. О, Хелен. Ты прекрасна. И замужем. И восхитительно. И богата. И еще есть любовь. Разумеется, я люблю тебя. Любовь никогда не разумеется. Хелен, позволь мне любить тебя. Пол. Как ты скажешь ему? Скажу. Что скажу? Что ты... любишь меня. и что я не вернусь к нему. Ну, это глупо. Конечно же, ты вернешься к нему. Если ты не вернешься к нему. Он все испортит. Разве ты не понимаешь? Конечно. Я замужем, а тебя держу на стороне. Если бы я была свободна... Свободна. Но так случается со многими. Так уж заведено. Люди окружены массой условностей. Так ты именно этого хотел? Послушай, Хелен. Что с тобой? Мне вдруг стало очень холодно. Спасибо. Чарли. Пожалуйста, Чарли. Ты хочешь, чтобы я ушла? Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы я ушла? Ты хочешь, чтобы я ушла? Не могла найти такси. Не смогла. Доктор, позовите министра Уиллса. Быстрее. Он пришел. Он не может с ней видеться. Я не позволю. Мэрион. Мэрион. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты забрал мой зонтик. Прости, дорогая. Прости. Я так виноват. Продолжение следует... Позаботься о Вике. Не допускай с ней таких же ошибок. Продолжение следует... Пожалуйста, мистер Уиллс. Я останусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мистер Уиллс. Убирайтесь. Мистер Уиллс. Вы должны уйти. Убирайтесь отсюда. Подождите немного. Тебе лучше пойти, сынок. Вики одна. Папа. Чарли. Что ты собираешься делать? Мэрион не хочет отдавать тебе Вики. Она сегодня... Она сегодня в суде добивается получения опеки над Викки. Она права. Я причиню боль Вике так же, как и Хелен. И что ты будешь делать? Я хочу поехать домой. Совсем домой. Крылья красоты. Прости, я уже опаздываю. Ох уж эти американцы, вечно в спешке. А богатый американец, еще хуже. Уже не богатый, Моррис. А что же случилось с нефтью? Ушла, ушла, Моррис. Снова превратилась в соленую воду. Год назад. Вот невезение. А может быть, наоборот. Ты должен прийти к нам сегодня вечером, как всегда, Чарльз. Я не знаю, это будет зависеть от... Жанет расстроится. Нам есть о чем вспомнить всем вместе. Пожалуйста, Чарльз. Я постараюсь. Чарльз. Чарльз. Здравствуй, сынок. Что случилось? Что-то вроде удара. Когда? Восемь или девять месяцев назад. Но вы мне не писали об этом? Это было несерьезно. И почти прошло. Чарльз, я прочитал твою книгу. Хорошая книга. Очень честная. Спасибо. Да. Мне понравилась. Прекрасная книга. Это вам гаванские сигары. Ваш любимый сорт. Открыть? Попозже. Сейчас должен прийти доктор. А где Вики? Ты за ней приехал? Я хотел бы взять ее с собой. Хорошо. Хорошо. Папа, папочка, папочка, папочка! Как ты выросла. Папочка! Что? Ты не седой. А я уже всем в школе сказала, что ты седой. Прости меня, пожалуйста. Вот. Спасибо. Клод. Здравствуй, Чарльз. Счастлив видеть тебя. Спасибо тебе. Спасибо за все. Как только мне передали, что ты звонил, я побежал в школу за Вики. Смотри, папочка! Прекрасно, как всегда. Папа? Что? Мы можем пойти в парк и покататься на железной дороге. Ну, я... Пожалуйста, пожалуйста! Это самое первое, что я мечтала сделать вместе с тобой. У вас есть час до возвращения, Мэрион. Я одеваюсь. Хорошо. Как, Мэрион? С ней все в порядке. Я хочу, чтобы ты знал, как я благодарен тебе за все. Я ничего не сделал. Я показал Мэри твое письмо. Она не может помешать тебе видеться с Вики. Я надеялся, что она отдаст мне Вики. Поверь, Клод. Вики мне очень нужна. Надеюсь, что и ты ей нужен. Спасибо. Папочка, поторопись. Час уже начался. По поводу твоей книги и по поводу Мэрион, если мы будем внимательны, все может быть очень хорошо. Хорошо. Папочка, что случилось? Ничего, ничего, дорогая. Ты даже не смотрел на меня. Не ждал. Дай мне еще один шанс. Садись в поезд и... Папочка, можно я сяду рядом и поговорю с тобой? Вообще-то я уже выросла из таких забав. Как ты думаешь? Да, ты очень выросла. Дорогая, ты когда-нибудь думаешь о маме? Да. Я не хочу, чтобы ты ее забывала. У меня в комнате есть ее фотография. Дедушка говорит, что я на нее похожа. Это правда, папа? Очень. Очень похоже. Это хорошо. Папа. Что? А почему мы не живем вместе? А разве ты не счастлива? Счастлива. Но не до конца. Понимаешь? Да, понимаю. Значит, я могу поехать с тобой? Не знаю. Не знаю. Ты не хочешь? Очень хочу. Очень. Папочка, если ты правда меня любишь, возьми с собой. Пожалуйста. Пожалуйста. Посмотрим. Скажи «да», папочка. Да. Вот видишь? Сказать «да» не так уж сложно. Привет, дядя Клод. Мы принесли вам подарок. Подарок тете Мэрион. И мне тоже кое-что купили. Прекрасный магазин. Прекрасный день. Тете Мэрион! Хотите посмотреть, что мы вам купили? Это сюрприз. Ты опоздала на час. Можно лечь сегодня побольше? Иди в свою комнату. Вы не хотите посмотреть? Пожалуйста, сделай, что я говорю. Здравствуй, Мэрион. Здравствуй, Чарльз. Рад снова видеть тебя. Прости, что мы с Викой вернулись попозже. Вряд ли она сразу заснула бы сегодня. Режим очень важен. Ты прекрасно заботишься о Вике. Она так повзрослела. Как тебе Париж? Изменился до неузнаваемости. Сегодня утром я зашел в Тинго-бар. Просто взглянуть, каков он сейчас. А там почти ничего нет нового. Мне кажется, в твоей жизни баров было достаточно. Я писал тебе, что каждый день выпиваю один бокал вина, не больше. Для меня было очень важно посетить те места, где мы бывали с Хевен. Конечно, Чарльз, мы понимаем. Иногда я просто сижу и даже забываю выпить. Но сегодня в Тинго-баре, когда я увидел это место, для меня очень важно. Место, где Хелен и я... Мэрион, я больше не могу. Я думаю только об одном. Мэрион, можно я заберу Вики? Я не знаю. Ты только говоришь, что не пьешь. А какие у нас есть основания верить тебе? Когда я думаю об этих потерянных годах. Я тоже думаю о них. Я много работаю, Мэрион. Я подписал контракт на серию коротких рассказов, начинаю новую книгу. И моя сестра переезжает ко мне из Милокия, чтобы вести хозяйство. Мне нужна Вики. Мэрион, пожалуйста. Пройдет еще немного времени, и я пропущу ее детство и надежду построить свой дом. Я не могу потерять ее. Если она будет со мной, это как если бы вернулась Хелен. Мэрион! Ничем не могу помочь. Я никогда не забуду то страшное утро, когда Хелен пришла к нам. Промокшая, трясущаяся от холода. Ты не впустил ее в дом. Мэрион, ты вспоминаешь эту ночь. Сколько еще ты будешь казнить меня за эту ночь? А как же те годы, когда мы с Хелен любили друг друга? Я не желаю об этом слышать. Мэрион, ты позволишь мне забрать Вики? Нет. Мэрион, пожалуйста. Я больше не хочу говорить об этом. Мне очень жаль, Чарльз. Что же мне теперь делать? Посмотрим. Спасибо. Я принесу ужин. Мэрион. Мэрион. Не начинай. Он не получит Вики ни сейчас, ни позже, никогда. Почему? Ты его так ненавидишь? Да. Ненавижу за то, что он сделал. Да. Это правда. Он совершил непростительное преступление перед тобой. Он виновен в том, что так, и не узнал, что ты любишь его. Ты нашла его. А женился он на Хелен. И в этом он тоже виновен. А раз он виновен, его нужно наказать. А как? Да отнять у него то, что он любит больше всего на свете, его маленькую дочь. Бедная моя. Мы никогда не бываем вознаграждены. Например, я. Единственное, чего я хотел, это твоей любви. И чтобы у нас был наш общий ребенок. Ребенок нашей любви. Но этого не случилось. Чарльз. Чарльз. Мы не могли бы поговорить на улице. Я думаю, что Хелен не хотела бы, чтобы ты был один. Папа. Папа. Папочка. 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 КОНЕЦ